В условиях санкций и закрытия европейских рынков для российских производителей многие предприятия переориентируются на азиатский рынок. В частности, речь идет о поставках продукции в Китай. О необходимости переналадки логистики говорится как на федеральном, так и региональном уровнях. И первые результаты новой стратегии не заставили себя ждать. Тверь посетил глава торгово-экономического представительства провинции Цзянсу, КНР, ВРФ и СНГ. На площадке центра «Мой бизнес» представитель азиатской страны встретился с предпринимательским сообществом Верхней Волжья. Невзирая на разделяющие нас расстояния, Китай становится все доступнее для бизнесов европейской части России. На площадке центра «Мой бизнес» собралось много представителей бизнес-сообщества Тверской области. Многие из них уже нацелены на сотрудничество и выход на китайский рынок. Будем экспортировать в первую очередь это сухое молоко, это мед и затем это будет композитная продукция. Сейчас мы проходим аттестацию на торговлю с КНР и следом сразу пойдем на аттестацию юго-восточной и юга и всей, в принципе, всего региона Азии. На новый рынок сбыта продукции настроились и производители пиломатериалов из Тверской области. Например, «Дискавери Пена» – один из лидирующих лесопереработчиков региона. Для предпринимателей налаживание торговых отношений с Китаем – это возможность не только сохранить рабочие места и не останавливать производство, но и укрепить свою позицию на внутреннем и мировом рынке. Мы будем иметь альтернативу производству того, что мы имеем, но и более широкий спектр и пиломатериалов, также мы производим пилеты, также мы занимаемся реализацией продажи яхт, а также мы планируем, возможно, открыть новые направления, но это зависит уже от рынка. Участники мероприятия обсудили перспективы сотрудничества двух стран. Глава торгово-экономического представительства провинции Дзянцу рассказал, что китайская сторона всегда открыта для новых партнеров. Мы, как представители нашей образы в России, конечно, наши цели как раз укреплять торгово-экономическое сотрудничество нашей образы с Россией. Если что-то, то есть мы постоянно здесь, мы тоже открыты, мы тоже всегда помочь, то есть если что-то вопрос, можно обращаться к нам. Давно уже ясно, что торговые взаимоотношения с Китаем, особенно в условиях кризиса, способны приносить хороший доход. Всего в общении приняло участие более 30 представителей бизнес-сообщества Тверской области. А в перспективе планируется установление новых взаимовыгодных связей и расширение потенциальных рынков сбыта.